Следственным управлением МВД по Адыгеи расследован ряд резонансных многоэпизодных уголовных дел. О них мы будем рассказывать в течение всей этой программы, а начнем, безусловно, с наиболее серьезного – о мошенничестве в сфере автострахования. Уголовное дело было возбуждено в отношении 18 жителей Адыгеи и двоих из Краснодарского края в возрасте от 25 до 60 лет. Операцию по их задержанию проводили сотрудники Управления уголовного розыска Республиканского МВД. В действиях фигурантов усматриваются признаки преступлений, предусмотренных частями 2 и 4 ст. 159 Прим. 5 УК России. Обвиняемые в период с 2017 по 2019 годы, действуя организованной группой и группой лиц по предварительному сговору, инсценировали 22 дорожно-транспортных происшествия на дорогах Адыгеи и Краснодарского края. Они заранее подбирали подходящее место для инсценировки ДТП, затем определяли роли каждого из участников по совершению дорожно-транспортного происшествия и после. При этом для извлечения максимальной материальной выгоды использовались иномарки. Затем обвиняемые обращались в страховую компанию и предоставляли пакет документов для незаконного получения выплат. Ущерб около 2 миллионов 700 тысяч рублей. По местам жительства обвиняемых, стражи правопорядка провели обыски и установили транспортные средства, используемые в противоправной деятельности. Большая часть из них на тот момент была реализована третьим лицам. Сейчас следствие по уголовному делу завершено и оно направлено в Тахтамукайский районный суд. Санкция стадии до 10 лет лишения свободы. Сотрудниками полиции Тахтамукайского района в ходе работы по раскрытию ранее совершенных преступлений изобличен подозреваемый в кражах велосипедов. Похищенное имущество он сдавал в комиссионные магазины. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска получили информацию о том, что к серии данных преступлений может быть причастен житель Волгоградской области, проживающий на территории города Краснодара. При проверке все подтвердилось. 32-летний мужчина задержан, у него изъяли часть похищенного. На допросе фигурант пояснил, что приезжал на территорию муниципалитета, совершал кражи, после чего похищенное имущество сдавал в комиссионные магазины. В ходе дальнейшей проверки полицейскими было установлено, что задержанный находился в федеральном розыске за совершение аналогичных преступлений в Краснодарском крае. О задержании фигуранта стражи правопорядка сообщили инициатору розыска. Продолжается проверка по установлению причастности мужчины к другим противоправным деяниям. МВД по республике Адыгея напоминает, что велосипеды, оставленные на лестничных площадках многоэтажек, во дворах частных домов, на парковках или в иных общественных местах, являются легкой добычей для воров. Участковые и уполномоченные полиции рекомендуют пользоваться надежными запорными приспособлениями, а в случае кражи незамедлительно сообщать об этом в органы внутренних дел по телефону 02 с мобильного 102.